друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка подводим итоги торговой недели посмотрим что интересного было на этой достаточно вялой скучной неделе начнем с американского доллара который продолжает болтаться в районе локального минимума до на этой неделе мы зафиксировали прирост объема позиций фондов до чуть-чуть все-таки их позиция суммарно подросла выходит в больший плюсик если до этого у нас было там 24 тысячи семьсот контрактов лангов сейчас уже 25 тысяч 700 на 4 процента выросла их суммарно позиция если текущая тенденция продолжится если они и дальше будут выкупать эту коррекцию то мы с большей вероятностью в январе уже увидим плавный отскок цены и возможно дальнейшее продолжение роста американского доллара вот поэтому не будем гадать дождемся свежего отчета сот отчета и посмотрим что действительно там произошло по американскому доллару набирали позицию или пока что ждут более яркие движения для того чтобы начинать набирать на этом фоне евро продолжил восходящий тренд мы видим что продолжаются покупку продажи по рынку да а цена при этом не падает что это означает правильно это означает что лимитная поддержка существенная и по сути текущий рост как раз таки за счет лимитных покупок плавненько плавненько цену поднимают путем перестановки лимитных ордеров рыночные продажи идут они удовлетворяют лимитный спрос но как мы видим цена растет значит лимитный спрос значительно выше чем объем продаж объем предложения вот я считаю что по европейской валюте текущая тенденция будет продолжаться с учетом того что центральные банки уже высказались они все приняли свои решения по поводу монетарной политики и участники рынка закладывают высокую вероятность того что и cb будет продолжать ужесточать монетарную политику а фрс в ближайшее время возьмет паузу но об этом мы уже знаем в следующем году поэтому пока что текущее настроение будут сохраняться на этой неделе вышли данные в германии вышли данные по поводу деловой активности она достаточно высокая но и цены производителей тоже начали снижаться соответственно это небольшая ну точнее начали снижаться достаточно активно поэтому ужесточение монетарной политики приводит к тому что инфляция уходит и в ближайшее время скорее всего как раз мировые центральные банки возьмут небольшую паузу рынок ставит на то что евро возьмет паузу чуть позже чем фрс таким образом дифференциал ставок будет сужаться точнее не так будет сужаться за счет того что фрс будет стоять и cb еще будет подтягивать ставки вверх и таким образом для евро это положительно среднесрочной перспективе плюс мы также констатировали факт что фонды достаточно агрессивно набирают лонговую позицию и продолжают это делать соответственно буран еще может продлиться ой на этой неделе было несколько прикольных ситуаций по европейской валюте вот одна в принципе из них когда после небольшой дивергенции в районе локального минимума цену еще немножечко продавили появился красивый и объем до с достаточно большим объемом и после этого бурная яркая реакция вверх и в целом за эту неделю таких ситуаций был по другим инструментом в том числе было несколько раз обновление локального минимума образования это таких такого рода и чуть сбор стоповой ликвидности да и дальше уже поход вверх такие ситуации в период низкой волатильности они будут появляться все чаще поэтому есть смысл переходить на более младшие таймфреймы и анализировать ситуацию для внутридневной торговли там швейцарский франк пока ничего не поменялось ходит просто за европейской валюты чуть позже мы посмотрим спред и вы в этом убедитесь хотя в принципе почему чуть позже давайте сейчас это посмотрим здесь несложно заметить да что швейцарец отклоняется всегда чуть чуть дальше ну чуть больше проходит чем европейской валютой потом догоняет чуть больше ушли потом пытается догнать вот и таким образом пока что швейцарец инициативу в свои руки не взял есть смысл либо работать с этим спредом к примеру либо в основном анализировать евро если сильно хочется тогда уже эту торговую идею отторговывать на швейцарском франке так как он с большей вероятностью будет повторять движение австралийский доллар стоит без изменений уперся в уровень объема который выступает сейчас поддержкой и пока здесь крупные продажи а цена не падает поэтому тоже пока без изменений я считаю что в ближайшее время сырьевые валюты будут показывать динамику чуть хуже чуть хуже чем евро тот же чем британец японская иена и так дальше поэтому по такого рода активом у меня short настроение новозеландский доллар также хочу отметить что он на самом деле просел по сравнению и с австралийцем и с американским долларом поэтому спред между австралиец и новозеландец по чуть-чуть сходится это круто я считаю что текущая тенденция будет продолжаться ведь продажи приводят к тому что цена падает и здесь проход вот этого рубежа уровня объема как раз откроет дорогу для дальнейшего снижения дальнейшей коррекции по новозеландскому доллару канадский доллар без изменений short приоритет отрабатывает себя дальше буду следить за изменением позиций у фондов и у хеджеров если там все будет в пользу того что они закрывают свои short позиции тогда я буду прикрывать short позиции но цели остаются прежними добиться до локального минимума так по британскому фунту выходили данные ввп ввп снижается и квартальный и год году падает это не очень хорошо даже пробились год на годовой показатель опустился ниже отметки в два процента зафиксировали 1 и 9 для британской экономики это но это для любой экономики плохо когда экономика не растет соответственно а инфляция у них не снизилась так сильно как у остальных она приостановилась до темпы роста инфляции чуть стали медленнее но она все равно продолжает расти поэтому британия пока еще не добралась до момента когда ставки уже когда заговорят что ставки уже не стоит повышать плюс по британцу мы также видим что продажи приводят тому что цена продолжает снижаться напомню что торговая торговая идея в short была как раз формулирована вот в этом районе на новом фьючерсе цену еще немного подняли здесь вот образовались красивые продажи в самый максимум ну и после этого цена плавненько уехала вниз на этой неделе кроме данных по ввп в принципе ничего больше интересного по британцу не было супер важных новостей не выходило пока short приоритет сохраняется здесь красиво отбились от уровня наименьших выплат по опционам до прошлись дальше у нас образовалась дивергенция пока она разворачивает по чуть цену посмотрим насколько долго но в целом я считаю что есть смысл опять же рассматривать short позиции в основном по этому инструменту в ближайшее время когда у нас происходит обновление локального максимума дивергенция кумулятивных дельт контратака продавцов и вот тогда будет смысл как раз дальше работать в short японская еда удивила на этой неделе согласитесь бурное яркое движение после решения банка японии о своей монетарной политики они расширили диапазон доходности облигаций и теперь все меньше и меньше облигаций будет с отрицательной доходностью в основном доходность десятилеток выросла выше отметки 0 и зафиксировали одну сотую процента доходности что очень круто учитывая то что она с 15 года была отрицательной вот и инвесторы расценили это как призыв к тому что стоит покупать банды японии и такие а для того чтобы купить эти банды что нужно сделать конечно же нужно купить японскую иену поэтому японская иена достаточно сильно подорожала против американского доллара до в целом по рынку выросла хорошо и я считаю что текущая тенденция она и дальше будет продолжаться то есть по чуть-чуть собирают стоповую ликвидность у шортистов выносят их по чуть-чуть будут заманивать дальше в short и снова продолжать эту тенденцию потому что пока в рынке есть много short позиций до этого момента и пока рынок верит в то что участники рынка верит то что актив будет падать он будет расти как раз за счет ликвидации и закрытия вот этих шортовых позиций вот поэтому здесь отличнейшее движение произошло после первого вмешательства банка японии в свою политику да здесь уже нормально прошлись и пока это еще не конец дальше у нас рынок криптовалют пошел китай кстати тоже не поменял свой монетарный ну имеется виду не поменял ставку япония тоже не поменяла ставку китай тоже не поменял не поменял и в целом пока там все остается на своих прежних значениях хочу отметить то что открытый интерес по криптовалютам существенно падает до в последнее время хотя цена стоит на месте и это говорит нам о том что заинтересованности участников нет понятное дело что ребалансировки происходит в филях перед началом нового года и скорее всего движение как раз начнется с января до с первых чисел нового года так как по статистике больше всего денег в рынок заходит именно вот за январь если помесячно смотреть и тенденция плюс такая что в январе чаще всего крипто чувствует себя хорошо я считаю что в ближайшее время появится а давайте по порядку значит изначально мы с вами говорили еще супер раньше да о том что есть смысл шортить крипту по той причине что инфляция высокая ужесточают монетарную политику деньги становятся дорогими рисков на рынке становится все больше там риски банкротства компаний целых стран дефолты целых стран и за счет того что риск был достаточно высок по всем классам активов включая облигации высокорисковые инструменты резались в портфеле да то есть я от них избавлялись вот такой период сейчас вроде как бы прошел да то есть уже такого риска огромного везде нет уже покупаются облигации спокойненько все там хорошо это первое дальше уже говорят о том что ставку ближайшее время скорее всего сильно повышать не будут второй фактор который положительно скажется на рисковых активах крипто тоже риск рисковый актив следующий фактор в том что возможно рецессия уже вот-вот и как только наступает но чаще всего рецессия наступает все понимают что а ну это уже все это жопа это минимум до ниже уже не пойдем и последнее на что я хочу обратить внимание скоро выйду данные по агрегатам м2 если зафиксируется рост объема денежной массы то для крипты это положительно и поэтому в ближайшее время я считаю что крипто уже сильно падать не будет то есть мы уже по сути нащупали дно возможно конечно будут провалы на каких-то локальных своих историях потом возможно банкротство какого-то бинанса да это сильно опустит крипту но если не брать во внимание вот такие систематические риски то для крипты сейчас уже достаточно хороший промежуток времени начинается когда с большей вероятностью больше факторов будут влиять в пользу роста нежели в пользу падения если еще и данные по м2 ну по всем агрегатам м1 м2 выйдут отличные м0 м1 м2 извините вот то для крипты прямо настанет хорошее время поэтому я считаю что ближайшее время есть смысл рассматривать лонговые сценарии пока что долгосрочные лонговые спекулятивно я думаю вы все понимаете что там более младший таймфрейм накопление дисбаланс и ликвидности и дальше уже погнали по эфиру я рассматриваю вариант продолжить работать на пробой вот этого уровня уже разобрали большую часть ликвидности здесь все супер заманили участников short все выглядит так что как будто будут пробивать нижнюю границу но я считаю что в целом есть смысл работать на пробой этой области прям сейчас заходить это глупая затея потому что мы в середине диапазона возможно действительно потащить цену дальше вниз поэтому есть смысл заходить после пробоя уровня объема до закрепления выше этого уровня и тогда еще сделать попытку поработать на пробой вот этой ликвидности на разбор этой ликвидности пока у нас дельта никакая но открытый интерес остается достаточно высоким по сравнению с биткоином ух по золоту так нефть давайте для начала нефть пут опцион от бесплатный пут опцион от сша он работает отлично дату сцену как только опустили к отметке 70 сразу начали выкупать нефть и я считаю что эта тенденция будет продолжаться за счет того что деловая активность на достаточно высоких уровнях она пока не упала то что рынок недвижимости по чуть-чуть складывается окей но он по чуть-чуть складывается промышленность целом начинает ну так сильно не сложилось это первое второе китай со своим стимулированием китайские акции в последнее время неплохо так был ранят они опережают события да то есть с большей вероятностью рынок уже закладывает в цену что будет закладывать в цену ближайшее время что китай полностью избавиться от своих вот этих локдаунов пандемических и так дальше поэтому спрос на нефть будет расти с большей вероятностью плюс сша до постоянно не смог не могут сбивать цену путем продажи своих стратегических запасов но в рано или поздно скажут ой-ой-ой у нас уже мало поэтому вот то что здесь происходило это по сути продавались запасы до для того чтобы восстановить их по ценам чуть дешевле и в принципе они достигли своей цели до цены чуть дешевле мы видели и участники рынка воспользовались этой информации для того чтобы накопить лонговую позицию целом дальше держать ее чуть повыше я считаю что вот этот максимум в ближайшее время будет преодолен и как раз извините и как раз на ликвидация к шартовых позиций которые накопились у фондов как раз и будет развиваться восходящее движение поэтому по нефти лон приоритет сохраняется золото болтается в боковике пока не интересно хочется взять чуть подешевле жду медь тоже в принципе болтается боковике но уже с существенным повышением по сравнению там с отметками середины лета до середины осени подросли неплохо это тоже звоночек что промышленность по чуть-чуть восстанавливается газ провалился все супер фондовый рынок по фондовому рынку здесь ситуация следующая у нас была хорошая возможность нехорошие были мысли по поводу доу джонса который в принципе за эту неделю и не упал до здесь образовалась контратака покупателя от уровня объема и пока что этот уровень держится пока держится это первый хороший фактор следующий хороший фактор то что чаще всего те активы которые больше всего просили вот декабрь и январь они продаются то есть это создаст давление на такие инструменты как nasdaq и вот small cap и некоторые потому что они больше всего просели компоненты которые входят в доу они сильно не попроседали вы даже можете видеть что доу отскочил существенно более существенно нежели другие инструменты соответственно здесь резать особо ничего сильно не будут и в третий последний аргумент в пользу того что мы можем увидеть отскок это байбеки самый большой объем байбеков как раз таки в январе больше всего за компании выкупают собственных акций поэтому с учетом этих факторов с большей вероятностью мы можем увидеть продолжение восходящей истории по индексам в ближайшее время как раз таки с поддержкой вблизи отметки вот 33 тысячи по доу джонсу s&p сильно не будет отставать мы видим что спрос достаточно высокий что пытаются откупать просадки пытаются лимитно поддерживать цену даже с счетом того что здесь неплохо пытались вот продавать оцену то супер сильно не завалили то все-таки покупки тоже присутствует которые вытаскивают цены вверх и в принципе вот за последнее время если мы посмотрим здесь в основном продажи да вот тут они не приводили к успеху и здесь они существенно наросли сейчас особо продаж нет если сравнивать с началом фьючерс на с началом фьючерс на этого фьючерса потому что кумулятивная дельта не падает это означает что продажи не увеличиваются они сейчас плюс-минус в балансе между баланс между покупками и продажами вот цену опустили после заседания фрс после достаточно есть трибинных заявлений пауэлла о том что инфляцию еще нужно дальше бороть из скорее всего ставки будут повышаться но там даже не ставки сами а там то что баланс будет фрс расчищаться то есть они будут все больше продавать своих активов рынок изымать ликвидности из рынка и таким образом это негативно скажется на фондовый рынок я считаю что в ближайшее время основная поддержка у нас по снп 3600 да вот эти предыдущие минимумы где больше всего было на торгован объема за предыдущие контракты вот это будет существенная поддержка и в этом диапазоне есть смысл выстраивать позиции либо опционные которые настроены на то что цена не упадет ниже там сильно ниже 3600 либо лесенкой набирать ланговую позицию это ту же идею можно использовать и в акциях в которых бета-коэффициент чуть повыше чем у спая таким образом получить более выгодную позицию более выгодную локацию в рынке вот поэтому здесь слон приоритет сохраняется если ничего супер сильно не поменяется в ближайшее время я думаю что уже ближайших две недели сильно ничего меняться не будет теперь давайте перейдем к спредам а рассел кстати тоже плюс-минус такую же динамику показывает как снп но уже достиг уровней с которых интересно его подбирать даже вот с текущих до золото против серебра красивая точка спреда отрабатывает себя по чуть-чуть но они уже существенно сошлись на самом деле хотя вот здесь и не видно точно также не видно это по британец против канадского доллара до которым мы говорили буквально недельку назад и но они уже сошлись практически на 400 пунктов хотя по графику здесь особо сильно не сошлись но в этом и магия кросс-курсов в том что один из инструментов чуть-чуть себе проваливается другой стоит на месте и движение существенно если канадец еще сделает небольшое движение вверх в рамках отскока британец упадет там все 500 600 пунктов и будут вот поэтому эта идея уже подходит концу я надеюсь до нового года она закроется не хочется в не хочется потом следить за ней да но большую часть позиции уже можно закрывать 400 пунктов это хороший результат так золото против серебра тоже они неплохо сошлись нефть против мазута полностью сошлись уже пересеклись вот поэтому ну жду дальнейшего расхождения если будет еще одно расхождение типа нефть там сделает перехай мазут не сделает перехай то можно будет взять еще один спред по индексам там сильно ничего не поменялось здесь чуть-чуть может быть интересно это dow jones против snp после того как произойдет более глубокая коррекция да если snp там достигнет например уровня 3600 вот там можно будет рассмотреть если dow останется на месте да потому что суммарно да если будет рост да то они будут расти плюс-минус одинаково но snp более диверсифицирован и таким образом там будут те локомотивы которые будут тащить цену чуть быстрее он более волатилен будет вот и там можно будет поиграть на то что как раз snp догонит dow но с текущих пока не стоит здесь есть смысл как раз рассматривать этот спред в момент снижения snp ближе к отметке 3600 а если dow останется на месте вот тогда будет хорошее расхождение австралиец против новозеландца почти сходится здесь все супер и в принципе все на следующий месяц у нас с большей вероятностью будет идея японская иена против против канадского доллара есть теория что супер сильно валюты не могут за год изменяться в цене по той причине что заключаются контракты договора на целый год и существенные отклонения курса невыгодным сторонам какой-либо одной из стороне точно не выгодно поэтому чаще всего курс сильно не меняется в рамках года японская иена упала супер сильно до по сравнению с предыдущими периодами и вот она супер сильно сейчас и отрастает и мы с вами говорили о том что потенциал хода здесь остается существенный так как минимум к средней какой-то годовой цене японская иена вернется а дальше уже непонятно потому что все драйверы уже будут в цене и такой рост курса он заинтересует участникам накапливать шорт позицию вот и когда шорт позиция станет уже сильно сильная да там где-то повыше не знаю еще полмесяца как минимум вот там можно будет рассмотреть поработать проработать этот спред японская иена против канадского доллара ну посмотрим что будет к этому моменту возможно какая-то и другая валюта выскочит на этом все если у вас остались вопросы пишите их в комментариях спасибо за ваше внимание до встречи в понедельник мне очень интересно увидеть новые свежие сот отчеты посмотреть как поменялись позиции перед новым годом перед праздниками у фондов у хеджеров проанализируем эти движения и будем формировать торговые идеи всем хороших выходных на связи